В Абакане завершается дворовая эпопея. Все лето дорожники ремонтировали дворы и проезды. Предстояло заасфальтировать более 300 объектов. Насколько качественно работают подрядчики и когда завершится глобальный ремонт? Материали Марии Дудник. До сих пор некоторые городские дворы стоят в ожидании ремонта. Они подготовлены к укладке нового покрытия, но приступить к работе дорожникам мешают осадки. В тех же дворах, где ремонт завершился, жители уже забыли о разбитых тротуарах. Жители молодежного ждали асфальтирования более 30 лет, поэтому новым дорогам рады и бабушки, и дети. Каждый день после школы в любую погоду мальчишки и девчонки спешат надеть коньки и вперед кататься по новому асфальту. В школу удобно. Идешь по прямой, это так удобно, ногам приятно. И как-то хорошо. Машины теперь так быстро не ездят, как на старом асфальте. Я каждый день катаюсь на роликах. Мне довольно не пропуска. Мне очень нравится кататься на роликах. Спасибо тем, кто положил его. Масштабный ремонт проводился в республиканской столице впервые. Какие дворы нужно отремонтировать, власти определили после обследования. Предвидя, что у жителей будет много вопросов по работе дорожников, администрация организовала горячую линию. Но, как показала практика, большинство претензий и недовольств у людей оказались неоправданы. Ведь по программе работники лишь укладывали асфальт по уже действующему покрытию. Парковки, бордюры, новые скамейки не предусмотрены. Кроме того, дорожники поставлены в такие условия, заявляют чиновники, что им просто невыгодно халтурить. Определили гарантийный срок, он немалый, 36 месяцев. Они с этим ознакомлены. То есть, и мы их предупреждали и в процессе работы, что если вдруг какие-то работы, вдруг мы каким-то образом можем просмотреть, если просмотрим, и они у нас отразятся в ближайшей перспективе, в ближайшее время, то восстанавливать будут, естественно, подрядчики уже за собственностью. Пока ни к одному из подрядчиков официальных претензий у приемной комиссии не возникало. И все же, если у жителей есть сомнения, они по-прежнему могут обратиться в управление коммунального хозяйства и транспорта. На асфальтирование дворов из федерального и городского бюджетов выделено почти 90 миллионов рублей. Шести подрядчикам предстояло заасфальтировать более 300 объектов. Сейчас осталось всего около 70. В администрации уверены, все будет завершено в срок, до конца октября. Мария Дудник, Евгений Сульбереков, Дмитрий Парахин. Новости, 7-й телеканал.